Всем привет, всем доброе утро! У меня сегодня завтрак в одиночестве. Такие вот гренки и кофе. Пока Сонька спит, Димка уже подъезжает на море. Так что мама сейчас может спокойно покушать. Кто-то проснулся. Привет! Привет! Доброе утро! Такая вот девочка проснулась, да? Самое доброе утро! Вот так вот. Будем просыпаться. Вот такой вот у нас непослушный язык, да? Сонька. София. Вот такой язык не слушается, да? Так, всем привет еще раз. Сейчас хочу снять со стульчиков вот эти накладки. Хочу их постирать и пока нету Димки помыть, попробовать помыть стульчики, потому что они белые, немного заляпались, точнее немного, а сильно. Вот. И выставить это все дело на балкон, чтобы немножко все высохло. Вот. Потому что пока нам стульчики на целый день не нужны. Диму мы, скорее всего, заберем вечером, поедем. И еще хочу сейчас позвонить химчистку, чтобы приехали, забрали ковер. Ну, или когда они смогут приехать, точно, Соня, будь здоровья. Потому что на кухне ковер уже в таком печальном состоянии. Надо его перед зимой прочистить. Без ковра. Мы когда только купили квартиру, жили, у нас нигде не было ковров. Я ненавижу ковры, но с маленькими детьми ковры просто обязательно, потому что у нас первый этаж. Полы холодные. Межсезонье, когда нет еще отопления, очень холодно. Невозможно холодно. Вот. Поэтому ковры хоть немножко спасают ситуацию. Их дети бегают. Ноги должны быть теплые. Тем более, скоро Соня поползет. Все должно быть. Еще мы хотим в зал купить тоже большой ковролин, чтобы она ползала, чтобы ей было тепло. Потому что все-таки первый этаж холодновато. У меня пока занимается делами. Научилась хватать игрушки уже. Смотрите. Развлекается. А я поснимала ковры. Теперь у нас на кухне. Вот так вот. И в детской тоже сделала небольшую перестановку. Помыла стулья. В детской тоже сняла ковры. Видите? Маленький только оставил Димке. Сейчас должны приехать ребята. Все это дело заберут. И на следующей неделе нам уже привезут. И у нас все будет чистенько. И мы будем готовы к тому, что Соня у нас уже скоро поползет. Чтобы у нас был порядок. Я думаю, Димка приедет, оценит новую перестановку в спальне. Ну, посмотрим. Пока так. Переставила диван немножко местами. Что новенькое. Вроде бы так интересненько получилось. Ну, может, когда привезут нам ковры, может, мы все это дело обратно поставим. Помыла стульчики. Сейчас они у меня стоят на балконе, жарятся. А я еще хочу опять очередной раз навести порядок на балконе. Что-то никак не могу довести его до ума. Все. Мне что-то не нравится. Ну, может, Сонька когда заснет в обед. Может, тогда я сделаю. Еще мне сегодня надо готовить, кушать. Поставила полную посудомойку мыть. Все, попересыпала маленькие баночки. Там пооставалось всего по чуть-чуть. Сейчас хочу приготовить курицу с овощами. Лук, морковка, перец, много перца, много лука, много морковки. Помидоры. Нет, помидоры с курицей я не буду мешать. И куриное филе. Все это обжарю. И можно будет с макарошками кушать. У меня еще осталось немножко риса. Мишель начала хотя бы рис кушать, слава богу, уже получше. Что? Занимаемся делами. Гулять сегодня не пойдем. Жара такая. В общем, я тут по дому. Еще хотела я разморозить сегодня в морозильную камеру. Но я уже не успеваю. Уже полдвенадцатого. У меня нет на это вообще никакого времени. Оставлю, наверное, это дело на завтра. Ну, посмотрим. Я начала жарить овощи. Лук, морковка. Много лука, много морковки, много болгарского перца. Пусть все дело у меня немножко поджарится. И я добавлю сюда куриное филе. И будет у нас такая вот зажарочка. Можно к риску, можно к макаронам. Если макароны все отверстили. Такой будет у нас сегодня ужин. Вот такая вот у меня курочка с овощами получилась. Сделала у меня макарошки уже. И немножко отсыпала зажарки. Завтра буду делать икру. Синий он посолил. Так что завтра еще опять буду делать баклажановую икру. мы очень сильно любим вообще. Холодная. Обалденно. Покупала Мишель. Она хоть и жара, но она так долго сохнет. У них же не шерсть, а волосы. И прям как человеческие. Очень долго сохнут волос. Много. Мышка. Смотрите, опять мой тапок носит. Мишель. Волосатая. Все, уже скажи получше. начала хорошо кушать. Скоро нам сдавать повторные анализы. Расскажут, как дела у нас. Что я за сегодняшний день так немножко вымоталась. Хотя хотела разобрать морозилку, но так и не сделала. Зато перебрала немножко морозилку в кухне. Обычно в основном холодильнике. Там у меня теперь порядочек. Нашла рыбку, которую папа привозил. нужно будет ее пожарить, разморозить и пожарить. Вкуснота. Маленькие карасики есть и какая-то большая тоже рыбка нужно будет на выходные сделать. Почему-то у меня облазит маникюр весь. Хотя я только сделала не так доноску, две недели назад, но уже лущица. Надо будет записаться, сходить на выходные. Сделать один ноготь вообще слез, ё-моё. А у меня нет такого цвета, я так не смогу сделать такой дизайн, просто покрою туда прозрачно. Делать нечего. Нужно по-быстрому все сделать, потому что сейчас уезжаем уже за Димкой. Сонька, ставь много автокресла. Мне неудобно. Сонь. неудобно. Мы только вернулись домой, забрали Димчика. На этом буду с вами прощаться. День какой-то тяжелый, почему-то себя чувствую не очень хорошо. Дима, или давление, или усталость накопилось. Так что с вами прощаюсь, до завтра. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, буду рада вашим вопросом. Всем пока-пока, до завтра.